Меня зовут Шинкевич Кристиан, я студенческий и гражданский активист в Беларуси, я занимаюсь защитой прав студентов. 24 марта официально я был очистлен. Все началось с того, что 15 декабря 2016 года назначили в Беларуси новый министр образования Игоря Карпенко. Очень быстро написал в социальной сети vk.com критические комментарии относительно его назначения, потому что мне, в принципе, как гражданин Русской Беларуси, как студенту это не нравилось. Через день-два меня уже вызвали в деканат на разговор. Мне сказали, что это приказ от министерства образования напрямую к ним поступил, провести со мной профилактическую беседу. Со мной разговаривали более часто, говорили, какой он хороший, то, что если я буду про него что-то писать, меня очистят. Тогда чуть-чуть испугался и не высовывался. Потом начался митинг на Куропатах. Учитывая, что Куропаты очень близко ко мне находятся, учитывая, что это память всего белорусского народа, и ужасы коммунизма, и все, что происходило, репрессии сталинские, я там участвовал. 12-15 дней я находился там. По факту выполнял функцию блогера и немножко так описывал всю ситуацию, фактически снимал. Начиная с этого момента, меня начали вызывать периодически в деканат и говорить, чтобы я это перестал, чтобы я туда не ходил, и ничего не писал, не высовывался, иначе меня очистят. Мне угрожали уже тогда. Я писал в то время еще критические посты про университет, про то, что нет туалетной бумаги, про то, что нарушаются права студентов, про проблемы БРСМа в университете. Действительно, реальные белорусские университеты, особенно в частности БГПУ. Буквально после первого дня начала моей правды про университет, меня начали вызывать деканат, кричать, что я позорю университет, чтобы я такого не делал, если туалетная бумага мне нужна в туалетах, я должен сам ее купить, несмотря на то, что я платник. Сама декан лично мне это говорила. И тогда уже угрожали, что если что, я буду очислен. Я продолжил свою деятельность, потому что считаю это правильным. Боролся за права студентов в Беларуси, чтобы как-то обучение у нас было более качественным. Потом, с 20 по 24 число примерно, по 25, меня, наверное, каждый день вызывали в деканат. Писали объяснение, рассказывали какую-то информацию и отчитывали меня за мой твиттер-аккаунт, где я пишу про университет. В те же дни я еще вызывал людей на митинг 25 марта в Беларуси. 26 марта, вернувшись в Минск от друга, я вместе с друзьями другими был задержан на переходе на станцию метро Октябрьская, в площади Октябрьской шел, и тогда нас задержали, не показав ни удостоверения, ничего, просто сказали, пройдите с нами. Не сопротивлялись, мы прошли, и тогда уже нас начали описывать вещи, забирать, и мы поняли, что мы поедем на Крестино. Там было очень много чего жесткого, на самом деле, после ареста. Нас раздевали до гола, и издевались над нами, и угрожали, и все остальное. 26-го меня засунули в ЦИП Мингрессполкома, и на утро меня осудили в следующих суток, 27 марта, меня присудили 20 базовых величин в размере 460 рублей по-белорусски. И 28-го числа мне поступают звонки с деканата, чтобы я пришел знакомиться в университет с приказом. Я спрашиваю, что за приказ, говорят, что я отчислен. Сейчас проходит мое обжалование в суде, моего отчисления, и сейчас происходят судебные разборки этого нюанса. Спасибо. 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 Спасибо.